Авдеевка – одна из самых горячих точек в Донецкой области. Всего один километр от линии соприкосновения. Полтора месяца в городе нет централизованной подачи воды. Есть берегуи со светом. Город находится на грани коммунитарной катастрофы. Водопровод на неподконтрольной территории Донецкой области оккупанты перебили в начале вооруженной агрессии. В результате жители прифронтового города и двух населенных пунктов соседней общины остались без воды. Горожане, несмотря на постоянные обстрелы со стороны неподконтрольной Украины территории, с самого утра отправляются на поиски питьевой воды. Чуть-чуть уже привыкли до чего. Ходим за водой. Мне уже 77 лет. Так что, как и все, думаю, все с надеей на то, что скоро война закинчится, мы победим. И, как это кажется, все будет хорошо. Пройдя с центральными улицами Авдеевки, очень сложно встретить хоть один уцелевший дом. Нет окон, разбитых крыши. Ну и, видите, вот такие последствия прямого попадания снаряда. Все, такие дела. Очень страшно было. А не знаете вообще, кто-то был там в этот момент или не было пострадавших? Там никого не было. Вот повезло, что люди выехали. За месяц от обстрелов российскими военными вострадало более 150 жилых домов. Это и многоэтажки, и частный сектор. Владимир – житель одного из разрушенных многоквартирных домов. Пенсионер говорит, выходить на улицу страшно даже днем. Обстрелы сутками будут. Ну, то ближе, то дальше. Базины не работают. Нет, подвоза нет. На рынке две точки. Я их называю герои Украины. Но, несмотря на боевые действия, в городе работают все коммунальные службы. Волонтеры занимаются поставками гуманитарной помощи. Местные власти обеспечивают горожан в укрытиях всем необходимым. Люди, которые находятся в столице, обеспечены самым необходимым. Намагаемся поставить генераторы, которые дают им свет, чтобы были заряжены телефоны. Надается гуманитарная помощь. Ну, и, соответственно, надаются, формуются пакеты литий, которые могут знадобиться этим людям. За последние две недели из Авдеевки удалось эвакуировать 15 тысяч местных жителей. Еще около 10 по-прежнему остаются в городе. Алена Грамова из Донецкой области. Специально для информационного марафона Freedom. Телеканала UA.